что такое черновая отделка многие представляют себе что это готовая к чистовым работам квартира в бетоне ровные стены пол потолок но это не так черновая это действительно квартира в бетоне то есть без отделки она не готова к чистовым работам во-первых в ней нет межкомнатных перегородок их предстоит возвести во-вторых все поверхности квартиры неровные потребуется сделать стяжку пол отшпаклевать стены и потолок перед тем как применить финишные материалы обои или краску в-третьих в такой квартире нет коммуникаций электричество доведено только до персонального щитка в квартире а отопление водоснабжения до вывода в квартиру по сути вы получаете только помещение со стеклопакетами и входной дверью получается все самые шумные грязные работы еще впереди квартиры без отделки дешевле аналогичного варианта с отделкой примерно на 10 20 процентов действительно выгодно ее покупать в качестве инвестиций если вы берете квартиру с целью продажи скором времени так вы меньше уложите на старте и получите больше прибыли от перепродажи существует еще несколько условий когда приобретение квартиры без отделки имеет смысл если вы планируете дополнительно изолировать помещение от шума и провести теплоизоляцию если вы хотите чтобы все было по-вашему вы планируете создавать индивидуальный проект выбирать материалы оборудование и нанимать свою бригаду которую хотели бы самостоятельно контролировать по ходу выполнения работ и получить уникальный интерьер такие потребности у покупателей встречаются достаточно редко поэтому сейчас на рынке не так много застройщиков кто предлагал бы к продаже квартиры с черновой отделкой хотя конечно при таком варианте застройщик значительно экономит сроки выполнения работ а значит и сроки передачи ключей будущим жителям дома вернемся к ситуации когда покупатель хочет сделать авторский ремонт и максимально адаптировать квартиру под себя такому человеку подойдет квартира свободной планировки то есть квартира в которой застройщик не строит предусмотренные проектом стены покупатель сам создает пространство где ему предстоит жить важно знать что не все фантазии можно воплотить в жизнь существуют ограничения которые нельзя не учесть во время своего творчества рассказываем что нужно помнить при создании проекта квартиры или перепланировки первые рассмотрим возможность изменения комнатности в квартирах где предлагаются две и более комнат площадь жилой комнаты не может быть менее 8 квадратных метров и это при условии что одна из комнат равна или более 16 квадратных метров в однушках минимальная площадь комнаты должна составлять 14 квадратов и еще одно правило санитарных норм ширина любого жилого помещения должна быть более 2 и 4 метра второй момент расширение кухни по закону все нежилые помещения могут находиться только над нежилыми помещениями то есть расширить кухню можно только в том случае если под площадью расширения у соседей снизу находится или та же кухня или коридор санузел либо кладовка что касается санузла существует отдельная норма расположение так называемых мокрых зон их можно размещать над и под такими же помещениями и перенос стояков согласовать будет невозможно поэтому варианта здесь всего два объединить ванну и туалет или немного расширить площадь за счет коридора кладовой либо прихожей перед передачей ключей покупателю застройщик в первую очередь проверяет выполненные работой сам неважно черновая эта квартира или чистовая любая отделка и в целом помещение проходит проверку в несколько этапов авторский надзор то есть проверяется соблюдение концептуального решения технический надзор это соответствие объекта госту с нипом и проектной документации по конкретным уже ну и конечно проверяется соответствие наполнения квартиры работоспособности установленного оборудования и происходит визуальная оценка качества выполненных работ в целом ответственный застройщик всегда стремится передать максимально качественный продукт своему покупателю но стоит разделить застройщиком ответственность за свое жилье и тоже тщательно проверить квартиру на этапе приемки как принять квартиру от застройщика если это черновая отделка первое что важно учесть это время дня во сколько вы приезжаете постарайтесь быть на объекте утром или днем вам потребуется солнечный свет чтобы тщательно все рассмотреть всю проверку можно декомпозировать на вот такие пункты входная дверь это первое отделка то есть полы и стены и потолок третье окна электрика канализация сейчас мы вместе пройдемся по этим пунктам я расскажу вам на что обратить внимание и что проверять входная дверь посмотрите внимательно на нее нет ли механических повреждений ним относятся царапины вмятин сколы и другие визуальные дефекты попробуйте открыть и закрыть дверь вы должны легко с этим справиться проверьте ручку чтобы она не заедала и не болталась а была надежно прикреплена и протестируйте замок он должен исправно работать еще момент когда откроете дверь оцените целостность уплотнительных резинок убедитесь что нет разрывов плюс обратите внимание на такие нюансы как глазок он тоже не должен иметь механических повреждений если есть звонок не забудьте проверить его работоспособность следующий пункт отделка посмотрим на полы стены и потолок мы принимаем черновую отделку поэтому оцениваем по сути бетон и голые стены поверхности не должны быть идеальными хороший результат это достаточно ровная отделка без трещин и пятен влаги на стенах и полу но важно чтобы не было сквозных отверстий в стенах особенно в соседские квартиры оценим окна они должны быть установлены по уровню то есть не иметь значимых отклонений в какую-либо плоскость далее как исходной дверью оценим окна визуально самая распространенная проблема это царапины на стеклопакетах и рамах естественно еще одна частая проблема отсутствие ручки они должны быть на месте попробуйте открыть и закрыть окно идеально если все механизмы работают без заеданий а створки не задевает рам пока окно открыто оцените целостность уплотнительных резинок по периметру окна а за ним снаружи посмотрите прикреплен ли отлив для воды когда закроете окно убедитесь что из окна не дует если в квартире есть балкон проделайте с ним все те же манипуляции и посмотрите не задевает ли створка двери внутренний конвектор отопления если он есть к сожалению такой часто бывает но так быть не должно переходим к электрике очень желательно чтобы была соблюдена селективность это значит что номинал автомата в подъезде выше чем автомат во внутриквартирном щитке и не забудьте уточнить у застройщика количество подаваемых киловатт на квартиру теперь про слабые токи проверьте заведены ли антенной домофонной кабели а также кабель интернета если это было прописано в договоре конечно нередко бывает так застройщик пообещал покупатель во время приемки не проверил сделал ремонт и только тогда опомнился последствия неприятные приходится демонтировать потолки и стены чтобы провести кабель и последний пункт проверяем канализацию в квартире с черновой отделкой мы можем оценить только уровень вывода канализационной трубы либо стояка недочеты по нему встречается часто если их упустить на этапе приемки то впоследствии вам придется дополнительно заказывать услугу застройщика или управляющей компании по опуску канализационного вывода а это достаточно дорогостоящая услуга а что касается самого процесса приемки квартиры следуйте всем перечисленным в этом уроке советом все эти рекомендации помогут вам самостоятельно осуществить проверку квартиры главное будьте достаточно сконцентрированы и внимательны но если у вас есть возможность обратиться к специалисту по приемке квартир он возьмет на себя большую часть ответственности и задач так вы сможете быть еще более спокойным и уверенным в качестве приобретаемой квартиры